Всем привет, с вами H2. Ну что, H, мыльное кинцо? Ну почему же мыльное? Вполне себе чёткое. Ну, если правда это не расфокус, но тут уж извините, художественный приём. В общем, да, She's Is Red всё же была довольно давно, и я, признаться, успел даже немного соскучиться по FMV играм. Ребят, если что, я этой игрой уже немножко присытился, не надо кидать мне ещё десяток похожих игр, я знаю, что они существуют. Так что у нас сегодня представители этого жанра. Игра Эрика, вышедшая ещё полтора года назад на PlayStation, она наконец-то решила заехать и в Steam, при этом прихватив нормальные региональные цены для России в чуть менее 300 рублей. Так чем же игра нас будет радовать за эту сумму? Полутора часовой истории о девочке-подростке, которой под дверь подкладывают коробку с таинственным кулоном. Ну и отрезанной рукой в придачу. Так как у девочки уже есть две руки, а третья без надобности, она заявляет о таинственном доноре в полицию. Тут же в игре прокидывается сюжетная ниточка в детство нашей девочки Эрики. Мол, в детстве некий неизвестный маньяк вырезал на её отце рисунок, очень похожий на тот, что изображён на кулоне. Местный коп, зная это, предлагает девочке не оставаться одной дома, это всё-таки небезопасно, а поехать в более комфортное и уютное место, находящееся под усиленной защитой. А именно в психбольницу, которую некогда основал её отец. О нет, спасибо, я уже в достаточное количество игр поиграл, чтобы знать такие вот приколы. Давайте лучше какое-нибудь место побезопаснее поедем. Ну хотя бы на скотобойню. Однако наша героиня оказывается не столь прошаренная и отправляется в это место, где некогда ребёнком жила со своим отцом. Дальше мне не хотелось бы сильно спойлерить. Скажу только, что появятся несколько сторон силы, которые будут пытаться продать нам свою правду. Одного взгляда на которую будет достаточно, чтобы понять, что и там, и там товарчик-то с гнильцой. Между этими сторонами силы героиня будет метаться, попутно выцеливая взглядом всякие мистические элементы. Само по себе повествование, конечно, не будет лишено множества ваших... А почему именно так? Однако ты вспоминаешь слова в самом начале игры. Сюжет игры интерактивен. Вы увидите лишь один из возможных путей. Но ни один не ответит на все вопросы. И понимаешь, что скорее всего ответ на них... Потому что. Впрочем, сразу отмечу, что этот ход на меня сработал. Глядя на подобный дисклеймер, я готовился к какому-то неадекватному абсурду. А нет, в принципе, история, рассказанная игрой, вполне логично. С некоторыми, конечно, натяжками и ссылками на психические расстройства, галлюциногены и прочие пожиратели сюжетных дыр. А концовки своими небольшими послесловиями, в принципе, дают понятные ответы на вопрос, чем именно всё это кончилось. Скажем так, в этот раз заниженные ожидания сработали на славу. Жаль, конечно, что по ходу вашей ожидания я сейчас немножко завысил. Но тут уж извините. Перечитайте несколько раз дисклеймер в начале. И хотя в FMV-играх большое значение имеет то, как всё снято, где всё снято и прочие кинематографические нюансы, но я в них, к сожалению, не слишком силён, поэтому давайте по ним вкратце. Локаций в игре достаточно много, хотя почти все они камерные. И открытых пространств тут раз-два закончили. Актёрская игра мне показалась удовлетворительной. Боевых сцен почти нет. Напряжение в игре нагнетается, но почти всегда такое немного беззубое. По типу, когда ты заходишь в пустую комнату, и несмотря на испуганные глаза героини, понимаешь, что комната всё равно пустая, и ничего страшного сейчас не произойдёт. Короче, как удлинённая серия какого-то мистического сериала, она звёзд с неба не хватает. Но вполне всматрибельна. Так, извините, можете сказать мне вы, хотели бы фильмы посмотреть, пошли бы на Netflix, а пришли всё-таки в Steam, а значит, надеемся хоть на какой-то геймплей, да? Так что тут с ним? На самом деле, интерактивности в этом фильме цене мало. Помимо стандартных выборов действий, по типу, затусить с малознакомой девушкой, или, может быть, лучше затусить с лисой, она хотя бы, в отличие от девки, в первую же встречу тебя кровищей не зальёт. Скорее всего. И выборов реплик в ходе разговоров, которые изредка, но влияют на сюжет, есть ещё целая куча небольших действий. Вот тут открой, вот тут покрути, вот тут вниз проведи. Игра начинает тебя ими заваливать с самого начала. Чем, по большому счёту, рушит для тебя хоть какую-то надежду на то, что в ходе повторного прохождения можно будет как-нибудь хотя бы скипывать или проматывать уже просмотренные эпизоды. Ну куда уж тут, когда каждые 30 секунд игра стучит тебе в монитор, спрашивая «Эй, там ещё не все уснули?» Ну метафорически, естественно. И эти геймплейные штуки всё же достаточно спорные. С одной стороны, ты постоянно что-то делаешь, а не просто смотришь кино. Но с другой стороны, делаешь ты почти всегда что-то не особо интересное. И, к сожалению, игра очень редко подсвечивает символом, что сейчас от тебя что-то требуется. Обычно она просто останавливается на каком-то крупном плане, ты тупишь в экран секунду 4. После этого появляется интерфейс, что именно надо сделать. Ты делаешь и смотришь фильм дальше. Да ещё и эти геймплейные вставки не всегда прям нормально срабатывают, из-за чего ты можешь по несколько раз дёргать один и тот же не открывающийся чемодан. На мой личный вкус этих геймплейных вставок переизбыток. Хотя, конечно, и встречаются интересные эффекты, типа стирание границы между настоящим и прошлым, или оживающие фотографии. Это круто. Короче, вот такой вот геймплей. Он достаточно на любителя. И то только на первый раз. Ну, потому что мне сложно представить человека, которому будет интересно заучивать все эти интеракции, чтобы заново и быстрее прощёлкивать там во второе и в третье прохождение. И тут мы переходим к реиграбельности. Что я могу сказать? Я прошёл игру два раза, и у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая новость. Если выбирать другие пути, процентов 70 видео и аудиоконтента вы получите отличные от первого прохождения, что достаточно неплохо. Плохая новость. По ходу всей игры расставлены рэперные точки. И абсолютно, что бы вы ни сделали, какой бы путь ни выбрали, игра всё равно толкнёт вас в тот же узел, что был в предыдущее прохождение. И даже то, какую концовку из четырёх вы получите, определяется только по паре выборов из финальной сцены, к которой вы придёте в любом случае, что бы вы ни делали. Так что все твои промежуточные выборы в основном влияют на ачивки, на понимание происходящего и на раскрытие персонажей. Ну, тут, например, можно и с мужиком сосаться, и к девчонке подкатывать. Выбор ваш. Впрочем, чё там с этим парнем делать? Максимум взросления малолеток засудить. А вот подкатывать девчонки — вот это тема. Можно создать свою музыкальную группу, а потом через пару десятков лет баллотироваться в Ивановской области и даже к Урганту заскочить на огонёк. Про Иваново расскажи в двух словах. Вот какое твоё любимое место в Иванове? Ну, я, короче, там была в деревне, в городе, вот. Простите, что кормлю вас не слишком свежими кеками, просто я его как-то пропустил. Если вы тоже пропустили, вот тут ссылка будет. Или тут, где? А тут. Но один из самых больших минусов игры я оставил на закуску. Ведь несмотря на то, что в игре есть и субтитры, и достаточно качественная русская озвучка, какого-то чёрта не переведены документы. Вообще не переведены ни сабами, ни озвучкой. Так мало этого, даже рукописные тексты не переведены. Так мало и этого, они ещё и на время показываются. И после окончания невидимого таймера документы убираются, и их нельзя заново посмотреть. Это прям какой-то эпик фейл. Запариться с хорошей русской озвучкой, но споткнуться о перевод текстов. Резюмируя, несмотря на озвученные проблемы, я получил удовольствие от этой игры. Не скрою, возможно, потому что не так много FMV игр видел. Но если сравнивать хотя бы с той же She Sees Red, Эрика и в три раза дольше, и тут куда больше интерактивности. Даже если не брать в расчёт постоянные открывания чумоданов. Вот так вот. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз. А сегодняшняя вставка после титров заспойлерит вам часть сюжета, если вы ещё не играли в игру. Я предупредил. Я подогнала тебе медальон. Он был ключом от всех дверей. И где же он сейчас? В полиции, естественно. Так а чё ты мне его отправила без какой-либо записки, но зато, блин, с отрубленной рукой? Ну, потому что я шиз. Кстати, твоя давно умершая мать на самом деле жива и сидит вон в том подвале больницы. Пойдём вольнём всю больницу, а? А почему бы и нет, собственно? И главная героиня-то ладно, она хотя бы под какими-то галлюциногенами находится. А у тебя какое оправдание, а, игрок?